ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 ПОЮДИТЬСЯ КАНАЛ То, что в мой раз достаточно часто меняют стартовые пятерки главные тренеры европейских команд. Мяч выберет без нарушения. В этой ситуации Келси Риверс шлюпнул не по рукам Волончунаса, а именно по мячу. Хотя даже в случае, когда центровой еще не выносит мяч под бросок, держит его внизу, задетая кисть тоже не является фолом, потому что в этом случае кисть это часть мяча. Но, конечно, в ситуации, когда идет бросок, это уже правило не действует. Риверс. Хорошая техника, но вот на этот раз его, если не накрыли, то мяч был заден. Ох, какая передача! Вот это красивый пас через полплощадки на Артуроса Юмантаса, который остался абсолютно один под кольцом. Рашич отличился. Детель баскетбольного чупа-чупса. Блэкни, ну, уже совсем плохой знак, дурной знак для игроков Локомотива. Такие лидеры, как Келвин Риверс и Родерик Блэкни, не добрасывают мячи даже до кольца. Празница может увеличиться до 15 очков. Сейбутис с примером бросок не успевает Траоре за Волончуносом. И вот минус 15 – это действительно повод для Божидара Малковича взять ранний, незапланированный тайм-аут в начале третьей четверти. Детель баскетбольного чупа-чупса. Детель баскетбольного чупа-чупса. Детель баскетбольного чупа-чупса. Детель баскетбольного чупа-чупса. Божидар Малкович возвращает в игру. Но есть так у нас Бобраускас с 13 набранными очками. Самый забивающий у Литова Сритас. Вот, может быть, Быков освежит игру. Получает Сергей мяч. Траора с заслоном. У него же и передача, и потеря. Пас – быстрый прорыв. Вот так и завершается эта быстрая атака. Воланчуресов, который не поленился поддержать этот быстрый прорыв. В принципе, мог и сам забить здесь Артурос Ямантос. 57-40, да. Уже большое преимущество Литова Сритас. Риас левой рукой. Все делает, как обычно, только результат. Нулевой. Промах следует за пробу. Ну, по-прежнему, двукратное преимущество по подборам у Литова Сритас. Ну, к этому мы уже привыкли. Быков Ямантоса присенегует. Блэк не пытается успеть за Рашичем. Ну, а Воланчурес очередной подбор забирает. Хоть шижим щитом. Наверное, еще нарушаются правила. Да, видимо, все-таки слишком много сил отдали игроки Локомотива. Во вчерашней супер-игре против Казанского Уникса. Игре, которая действительно достойна финала. Достойна финалов многих других турниров. И опять же, вспоминая тот шикарнейший матч. Это именно тот случай, когда подобные высказывания с самой высокой баскетбольной колокольни не являются преувеличением. Действительно, все так и было. Если вы по какой-то причине не смотрели этот матч, обязательно сделайте это. Пересмотрите. Благо, на сайте sportbox.ru спокойно можно найти любой баскетбольный матч, который был в эфире. И посмотрите. 59-42. Чуть было не совершил пробежку Сейбутис. Чуть-чуть не засчитывается. А вот трешка Артура Саги Манкаса всяко будет добавлена в статистику команды Литовас Ритовс. Месси Траоре. Энд-1 не получилось. Али Траоре пробьет два штрафных. Первое персональное замечание у Роналдоса Сейбутиса. Месси выбивает мяч из-за Кваланчуна. Примерное равенство в количестве пробитых штрафных. Свидетельствует о том, что судьи одинаково интерпретируют игровые эпизоды как в ту, так и в другую сторону. Сергей Быков получил второй фол. Понятно, что Божий дару Малковичу все прекрасно известно про свою команду, про каждого из ее игроков. Хотя вот со стороны, конечно, некоторые решения кажутся, ну, по крайней мере, странными. Хотя опять же, только тренер знает все, что происходит с его командой. С фолом. Фол получает Блэкни. Забивает этот мяч у нас Тайрис Райс. Будет пробивать бонус на штрафную. Как найти силы в такой ситуации? Проигрывая минус 20 в конце сезона, в матче, который, по сути, особо ничего не решает. Не пытался атаковать через двух больших игроков соперника. Хотя пробежка достаточно странная решение. Но в североамериканском баскетболе в такой ситуации дают спорный мяч. Потому что попытка прессануть удалась локомотиву. И как результат сверху Джеремай Месси забивает, сорвав на кольце злость разочарований несколькими предыдущими игровыми эпизодами. Может быть, вот этот данг как-то вдохнет новую жизнь у игроков локомотив Кубань. Ланч у нас не удалось ему забить, но был фол. Сергей Быков получил третье персональное замечание. Четвертый номер Максим Григорьев в составе Краснодарской команды. И у нас Воланчунас будет пробивать штрафные. Третий игрок в своей команде после Сей Бутиса и Райса, который набирал более 10 очков в среднем за матч по ходу единой веки ВТБ. А именно 10,9 десяток. Почти 11. Григорьев в розыгрыше. Травор из заслона не получился. И отсюда он не отпасен. Передача в никуда. Али Траора приводит к потере Воланчунас. Пачка в исполнении Миндаугаса Кателлинаса. Не хотелось бы, чтобы Локомотив Кубань совсем развалился. Четвертый четверть. Хотя трудно, конечно. Очередная передача в никуда Траора, но мяч от Кателлинаса выходит за пределы площадки. Стопонос Бобраускас первый раз на площадке во второй половине этого матча. А у Краснодарского клуба 25-й номер Никита Шабалкин. Для которого это тоже первое появление на площадке в этом матче. Месси мажет. Сейбутис в высоком прыжке забирает мяч. Правда, недолго хозяева им владели. Блэкни. Риверс там бегает по лицевой линии и получает мяч в углу и не забивает трешку. Ты бросай. Нет, ты бросай. Такая игра у Локомотива. И Никита Шабалкин отпраздновал свое появление на площадке забив со средней дистанции. Процент попадания двухочковых бросков совсем низкий у краснодарской команды. Бобраускас прозевал возможность сделать передачи в трехсекундную зону а потом совершил пробежку когда под давлением соперников оторвал опорную ногу. еще одна серия замен. Восьмой номер это Лайонел Чаллес. Да, у Ликолас Ридас Прэдракса Марджиски. Четырнадцатый номер. На последние минуты третий четверти. Ликолас Ридас Мисси Диарс Тоже заслон ему на получение ставят но он не афтикак открывается после этого заслона. Шабалкин мажет. И последняя атака в этом игровом отрезке за командой Литовас Ридас. Литовас Ридас. Освенитис. Бабраускас нужно атаковать. Бабраускас до кольца проходит и получает горшок от Никиты Шабалкина. На этом заканчивается третий четверть после которой преимущество Литовас Ридас 20 очков. Литовас Ридас Эмин. Things не доходов. Исэм Сан Санцинь. Гитвина. Исэм. Гин Москву. Вежу. 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 А все. Вежу. Вежу. Приседите каквес качество? Вежу. преседири. Пармешкин. Вежу. Крошки. И. Крошкин. Крошкин. Диаря. На этом будущее. Бравшу. Время способа, ребят. 67-47 перед началом четвертой четверти матча за третье место. Финал четырех единой лиги ВТБ. В Вильнюсе, в Литве, на Сименс-Арене. Последний игровой отрезок. Сейчас проведут команды Локомотив Кубань, Краснодар, Россия. Литово-Слитес, Вильнюс, Литва. Хотя теоретически, конечно, он может и не стать последним игровым отрезком. Но для этого Локомотиву нужно сделать что-то немыслимое. Потому что отыграть 20 по-другому не назовешь данный поступок в гостях. И вот, может быть, трехочковый Максим Григорьев из угла площадки. Это начало этого подвига. Локомотива. Тайрис Райс. И Самарджиски пристроился с заслоном. И вот как он здорово предложил себя в качестве цели для передачи защитника. Это тоже один из важнейших элементов игры центрового. После постановки заслона, который тоже нужно поставить хорошо и правильно, сделать такое движение, в результате которого пройдет этот удобный пас и будет завершение атаки из-под кольца. Зарушение правил от Довидаса Редикаса. Первый раз на площадке этот молодой защитник в составе Литовас Ритас тут же сфалил. Никита Шабалкин имеет возможность набрать две очководные атаки. Что он и делает. Ну что, неплохой старт четвертой четверти команды Болжедара Малковича. Конечно, мало забивать по всей теме мячи, которые Локомотив не забил в первых трех четвертях. Еще, конечно, нужно добавить. И главное, где нужно добавить, это в защите. Джеймай Месси поднимает руку и один палец вверх он спалил. Вот в этом эпизоде, когда с пивотом его обыграл Вилл Монтас Дилис и по груди ударил он упадающего Литовас Ритас. Вилл Монтас Дилис. Интересная нашивка на пиджаке Божедара Малковича. Я даже боюсь предположить, что это вообще такое. Кевин Риверс в розыгрыше у Локомотива. Шабалкин пошел в проход и заставил Самарджиски фалить. Я не думаю, что Самарджиски должен опекать Никиту Шабалкина. Все-таки последний является форвардом с неплохой техникой игры в поле. А Самарджиски это классический центровой. Ему как раз сложно опекать нападающего в поле. Вот посмотрите, что может делать Шабалкин. Какой сейчас устроил Данк. Обыграв опять Самарджиски и кого он на постер здесь с собой взял. Вилл Монтаса Дилиса. Какое резвое начало краснодарской команды в четвертой четверти. Молодцы ребята. 71-56. Дорогу осилит идущий. Как не вспомнить эту мудрость. Время есть. 20 очков. Не то преимущество, которое нельзя было бы отыграть за полную четверть. Но вот только, конечно, нужно избегать подобных эпизодов. Шабалкин фалит во время прохода Степоноса Бобраускаса. Бобраускас на этот раз его Григорьев опекал. И удалось переплатить мяч. Бежать теперь. Двое против одного. Прорыв. Здорово. Но забивать же нужно. Максим Шеликетто. Ну как же сверху в этой ситуации не забить. Аут. Я думаю, аут. Да, мячик перешел к локомотиву. Ну не забил. Нужно забыть тут же постараться об этом негативном эпизоде. Шабалкин хороший заслон. Предложил себя, но мячик остался у локомотива. Три очка. Ну что, мы смотрим с вами продолжение погони. Это Максим Шеликетто исправился за свой незабитый дан. За который он, видно, переживает до сих пор. Даже после забитого трехочкового. Опять чуть не перехвачен был мяч. И теперь успевают игроки локомотива к снайперам. Литовас Ритас. Вот мисмэч. Это неравноценный размен. Тайрис Райс обыграл на дриблинге Максима Шеликетто. Холл. Вызывает недовольство Вилл Монтеса Диеса. Ему показалось, что он без нарушения правил выбил мяч у Лайонела Чалмерса. Ноль очков пока на счету Марио Лайонела Чалмерса. Марио Чалмерс играет в состав Марио Мехи. Но именно поэтому возникает вопрос. Почему так много в этом матче играет Чалмерс, который вообще ничего не забил. И сидит на банке Сергей Быков. Я, например, это не понимаю. Быков так здорово играл в полуфинале против Уникса. Настолько хорош он был и в проходах. Бросать не всегда бросал. Но в целом очень здорово играл. А в этой игре не очень непонятное решение Божиодара Малковича. Еще одна потеря у Бобраускаса. Но к этому мы уже привыкли. У него три пробежки в этом матче. По потерям как раз Литовас Ритас опережает Локомотив Кубань. Чалмерс под бросочек. И готов был к атаке Никита Шабалкин. Три очка. Айда Локомотив в четвертой четверти. 73-62. Потеря. Потеря или перехват Локомотива. Два очка в быстром прорыве. Я думаю, сейчас уже таймаутом озаботится Александр Джикич. Ибо Локомотив действительно демонстрирует характер. И вдвое сокращает разницу, которая была в начале четвертой четверти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, заканчивается таймаут, который взял Александр Джикич. Ну и вот о чем еще хотелось поговорить. О том, что это уже один из последних турниров, в котором команды принимают участие в этом сезоне. Но, нет, еще эти коллективы играют в своих национальных первенствах. В ПБЛ Локомотив Кубань будет бороться за бронзовые награды чемпионата России. Ну, а команда Литовас Ритас. Пару слов расскажу я о чемпионате Литвы этого сезона, в котором принимают участие 12 команд. По итогам регулярной части Литовас Ритас занял второе место. Содержав 18 побед в 22 матчах на первом месте был Жальгерес с показателем 21-1. И на данный момент проходят полуфинальные серии чемпионата Литвы, в которых Литовас Ритас, кстати, уже проигрывает команде Шауляй 0-1. А во второй полуфинальной серии Жальгерес ведет против команды Рудупис 1-0. Эти пары полуфинальные играются до двух побед в чемпионате Литвы, а финал до четырех. В прошлом сезоне Литовас Ритас дошел до финала, где в серии проиграл Жальгересу 1-4. А вот в этом году еще нужно туда попасть после первого поражения от команды Шауляй. Эта игра состоялась 24 апреля этого года. Самым результативным в том матче был Артурос Йо-Мантас. И Литовас Ритас уступили в гостях Шауляю со счетом 65-74. Джинмай Месси у нас получил фол. Но это был не последний матч, сыгранный в преддверии финала четырех единой лиги ВТБ командой Литовас Ритас. Также команда недавно играла против Каунаского Жальгереса в финальном матче Балтийской лиги. И там в достаточно упорной борьбе Литовас Ритас уступили Жальгересу со счетом 70-74. Не точно трех очков. И Григорьев забирает мяч. Возвращается в игру Йонас Воланчунас. Так, хорошо. Движение Краба, разворот. Левой рукой блестяще Никита Шабалкин. Вот тоже вот отлично. Как Никита вошел в эту игру? Вот почему он до этого не играл? Непонятно. Вообще, конечно, иной раз ставит в тупик то, как иной в ином матче используют своих игроков некоторые европейские тренеры в некоторых европейских командах. Вот опять же на контрасте с тем, по каким канонам ведут игру, используют своих лидеров, своих основных игроков, тренеры национальной баскетбольной ассоциации. И все это, конечно, идет в разрез где-то. Йонас Воланчунас пробивает штрафные. В случае европейского баскетбола реалии таковы, что у ведущих команд должны быть два полноценных состава. Если они хотят претендовать на серьезные успехи в том или ином европейском турнире, отсюда и идет такая ротация, когда в одном матче могут быть одни баскетболисты на виду, в другом совершенно другие. Еще одна трешка. Никита Шабалкин. Вот это бенефис российского нападающего в четвертой четверти этого матча. Что делает Никита? А вот из его забитых мячей можно такую красивую нарезочку сейчас сделать. Очень нравится. И Максим Шеликета и Никита Шабалкин в этом матче. Шеликета сейчас, правда, получает персональный фол. Штрафный пробивает Артура Сьюмана. Не забывайте о том правиле, которое действует в этих матчах для российских команд, когда на площадке одновременно должны находиться два россиянина. Хотя, на мой взгляд, для российской команды достаточно унизительное правило. Зонная защита. Была возможность забить трешку у Шеликета из угла. Мячик остался у Локомотива. Григорьев ошибается в передаче, но он в такой там сэндвич попал, что там уже не до мяча было Максиму Григорьеву. Восемьдесят шестьдесят девять. Очередная ошибка и фол. Фол получает двенадцатый номер Вилмонта с Дилес. Абсолютно фонарная передача Артура Сьюмана. Но хороший прессинг Локомотива стал тому виной. В результате Никита Шабалкин на линии штрафного броска. Семнадцать очков. Просто сумасшедшая четвертая четвертая в исполнении Никиты. Подбором Локомотив немного подобрался к Литовас Ритас. Ну что, в линии трех с половиной минут играть в этом матче. Волончунас. Правильно взял мяч в руки. Деречка. Да, и вовремя забивает. Вилмонта с Дилес. Не успел уже к нему Джеремайн Месси. Шабалкин. Шеликето. Горшок от Волончунаса получает Максим Шеликето. Еще и быстрая атака. Митовас Ритас заканчивается результативным броском с лицевой линии Роналдоса Сейбутиса. Что тайм-аут. Логично выглядит сейчас. В исполнении, конечно же, Божьего дара Малковича. Божьего дара Малковича. Божьего дара Малковича. Божьего дара Малковича. Божьего дара Малковича готовится уже отпраздновать очередной мини-успех команды Литовас Ритас. Команда, которая такое название получила в 97-м году, когда команду, которая была известна еще в советском баскетболе под названием Статиба, перекупила крупнейшая литовская газета с одноименным названием Литовас Ритас. Месси забивает. И после этого как раз начался рассвет этой команды. Она начала давать бой главному клубу литовского баскетбола Каунгскому Жальгересу. И на внутренней арене, и на международной. Боланчук нас забивает. На данный момент Литовас Ритас пятикратный чемпион литовской баскетбольной лиги. Трехочковое попадание Максима Григорьева. Но я еще не буду называть эти броски, эти набранные очки бросками в статистику, потому что, ну да, уже меньше двух минут. Но, конечно, по законам комментаторского жанра я должен говорить о том, что шансы еще есть. На самом деле, Локомотив Кубань, понятно, команда, которая оставила все свои силы, все эмоции, все мастерство в сумасшедшей игре против Уникса, которую, ну, я думаю, будут пересматривать еще многие любители баскетбола, потому что вот такая концовка, да и не только концовка, такая игра получилась, что вот, ну, на зависть самым лучшим, самым супер напряженным матчем в истории плей-офф NBA можно преподносить. Поэтому объективности ради нужно сказать, что затратив столько эмоций в предыдущем матче, где-то на эту игру уже их не хватило. А соперник, с другой стороны, как раз подпитывается эмоциями и вот этим вот гулом постоянным болельщиков Сименс-арены. Так что в этом плане, конечно, у Литова с Ритас было такое изначальное преимущество, но, тем не менее, Локомотив Кубань, на мой взгляд, заслуживает самых добрых слов, например, за рывок в начале четвертой четверти. Настолько фееричный, что вышел на площадку Никита Шабалкин, что, опять же, хочется вот поинтересоваться, а почему вот раньше Шабалкин, почему мы его не видели в игре против Фуниса? Очень здорово Шаликета играет. Вот они, российские баскетболисты, которые показывают то, что они вполне могут играть на самом высоком уровне, и почему их должны мариновать на скамейке запасных, тот же Бажидар Малкович, рассчитывая только на афроамериканских игроков, которые есть в составе Локомотива. Да, тот же Блэк не забил кучу трешек, и Риверс тоже был хорош, а в этом матче они вообще ничего не забили, причем свои броски. Так же, как и Лайнел Чаунас абсолютно в пустую пробегал то время, который находился на площадке, так что об этом тоже стоит задуматься. Но у нас последние секунды этого матча. В любом случае, игра за третье место – это, ну, скорее, формальность, и вот эти команды, они все равно запомнятся как участники финала четырех единой лиги ВТБ сезона 11-12, а это тоже достижение. Ну что, 3-2-1 полетели. Финальный счет этого матча – 91-83. Поздравляем Литовас Ритас с третьим местом финала четырех единой лиги ВТБ. Команду Локомотив Кубань за борьбу и за четвертое место тоже поздравляем. Мы с вами смотрели качественный, на мой взгляд, красивый и интересный баскетбол. А на этом наша трансляция заканчивается. Я благодарю вас за внимание, уважаемые болельщики. Над ней для вас работали редактор Анастасия Соколова и комментатор Виктор Шестопалов. До новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok